В попытках навести мосты и в попытках навести мосты автор Мария Томиленко, красная звезда. 15 апреля 2015 года 1933 саммит Америк прошел без компромиссов, как и ожидалось. Седьмой саммит Америк, проходивший 10-11 апреля в столице Панамы, ничего нового в плане формирования общей стратегии в решении стоящих перед странами региона проблем не принес. Хотя именно с этой целью и проводятся под эгидой организации американских государств такие встречи глав государств и правительств Америки. Еще месяц назад, учитывая заявление Вашингтона о готовности нормализовать отношения с Кубой, высказывалось мнение, что встреча в Панаме может стать исторической для континента. Однако затем последовало решение Белого дома объявить Венесуэлу угрозой национальной безопасности США, вызвавших крайне негативную реакцию абсолютного большинства латиноамериканских стран. Это не могло не сказаться на атмосфере саммита, в результате чего он превратился в арену разногласий, наглядно отражающих противостояние в масштабах континента. Более того, саммит начался со скандала, поводом для которого послужило присутствие в американской делегации отставного полковника Феликса Родригеса Мендигутия. Этот агент спецслужб США, известный по прозвищу Кот, долгое время был оперативным работником ЦРУ, в частности организовал операцию по ликвидации Эрнеста Чей Гевары. Помимо прочего, на счет у Феликса Родригеса участие в высадке десанта в заливе Качинос, которая была проведена в 1961 году с целью свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе, а также проведения ряда подобных, но менее известных террористических акций. Кубинская делегация потребовала удалить Родригеса с форума гражданского общества, предшествовавшего открытию саммита, но ее призыв не был услышан. Тогда кубинцы и венесуэльцы сами демонстративно ушли с форума. В этих условиях принявший участие в саммите американский президент Барак Обама попытался откреститься от некоторых традиционных установок внешней политики США. Так, он заявил, что его страна не будет больше вмешиваться во внутреннее дело Латинской Америки. Мы уважаем различия между нашими странами. Дни, когда США безнаказанно вмешивались в дело стран этого полушария, закончились. Кроме того, Обама был вынужден признать, что США не являются идеалом в вопросе соблюдения прав человека. Я в полной мере осознаю, что есть темные главы в нашей собственной истории, когда мы говорим о правах человека. Минус заметил он. Кубинский лидер отметил, что Гавана и впредь будет защищать идеи, которые наш народ выработал, пройдя через страдания и опасности. Мы продолжим процесс модернизации кубинской экономики, чтобы развивать наш социализм и добиваться справедливости для нашего народа. Тем не менее, в настоящее время отношения между США и американскими государствами, по словам Обамы, лучше, чем когда-либо, и Вашингтон продолжает работать, чтобы достичь дальнейшего прогресса. В качестве примера он привел Кубу. Действительно, тот факт, что на саммите американский президент и кубинский лидер Рауль Кастро сидели за одним столом, не может не свидетельствовать о происходящих изменениях в отношениях Вашингтона и Гаваны. На это указал и Рауль Кастро, подчеркнувший, что Куба намерена развивать диалог с США и работать над углублением отношений двух стран в цивилизованных рамках. Вместе с тем кубинский лидер отметил, что Гавана и впредь будет защищать идеи, которые наш народ выработал, пройдя через страдания и опасности. Мы продолжим процесс модернизации кубинской экономики, чтобы развивать наш социализм и добиваться справедливости для нашего народа. Уже после саммита стало известно, что Барак Обама направил в Конгресс рекомендацию удалить Кубу из списка спонсоров терроризма. Решения по этому вопросу законодатели должны будут принять в течение 45 дней. Приветствуя начало нормализации американо-кубинских отношений, многие латиноамериканские лидеры критически отнеслись к внешнепримирительным жестам Обамы на саммите. И прежде всего потому, что он перешел в ранг хромой тки, которым обозначается политик, не претендующий на переизбрание на занимаемый им пост, и который позволяет ему делать шаги, идущие вразрез с действующими партийными установками. И не случайно в выступлении боливийского лидера его Моралеса прозвучал призыв к Соединенным Штатам, перестаньте вести себя как империя. Вашингтону, считает Моралес, необходимо отказаться от практики двойных стандартов, выдвижения ультимативных требований к соседям по континенту, использования политики террора. Наши народы бесповоротно меняются. Латинская Америка и Карибы уже не такие, как прежде, им не навязать военную диктатуру. Мы перестали быть подчиненными покорным регионам, наш мятежный континент стремится завершить процесс самоопределения, минус сказал Моралес. И добавил, обращаясь к Обаме, перестаньте превращать мир в поле битвы. Войны идут на пользу только финансовой тирании. В этом же духе высказался в адрес США и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Еще направляясь на саммит, он заявил, что намерен дать в Панаме бой империализму США. Правда, пытаясь, очевидно, снизить остроту критики в свой адрес, Обама провел с Мадуро скоротечную встречу, на которой заявил, что Вашингтон не заинтересован угрожать Каракасу, а затем и вовсе отсутствовал на заседании во время выступления венесуэльского президента. Амадуро сказал, что не верит заявлениям Обамы, что США все же угрожают Венесуэле. В качестве подтверждения тому он сослался на заместителя госсекретаря США Роберта Джейкобсон, которая заявила, что антивенесуэльский декрет Обамы отменен не будет. Она же одной из первых сообщила, что итогового документа по саммиту ожидать не стоит. «Очень сложно разработать документ, с которым были бы согласны все», минус сказала Джейкобсон. Одним словом, достичь компромисса по содержанию итогового документа участникам форума в Панаме не удалось. Что в принципе объяснимо. Ведь уже на протяжении нескольких десятилетий в Латинской Америке идут активные преобразования, в результате которых на первый план выходят очень разные политические силы левого и прогрессивного толка, возникшие на основе общественных движений. Они представляют собой очень широкий спектр, от националистов до крайнолевых, включая достаточно своеобразных социал-демократов. Каждое из этих движений имеет свое представление о национальных интересах и формах их отстаивания, свое понимание демократии. Вместе с тем они находят точки соприкосновения в отношении необходимости укрепления национального суверенитета и ослабления царившей до этого гегемонии США. Для нас было честью быть хозяином этого саммита, минус заявил президент страны-хозяйки форума Хуан Карлос Варелла. Мы не претендовали на единогласие, но мы пытались навести мосты. Надеюсь, что мы вышли более едиными, чтобы продолжать работать для Америки и для мира, минус отметил глава государства. По словам президента Панамы, 90% всех предложений, вынесенных участниками на обсуждение, были приняты. В частности, делегаты признали жизненную важность образования для всех без исключения граждан стран западного полушария. Прочитано 81 раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова